По снегу на велосипеде. Второй год подряд в городе проходит зимняя велогонка, снежные дюны, стартующая на стадионе Москвич. Оттуда наш следующий репортаж. В чем интерес зимой на велосипеде кататься? Ну, мне, как бы, просто для настроения. Ой, это вообще супер. Я вообще мотоциклист, для меня спасение зимой на велосипеде. В чем особенность? Не описать словами, нужно это самому попробовать проехать по трассе. Ну, если все, как и постараться описать, лето и зима, в чем разница? То, что летом является трасса, дорога, зимой это трек. Ты его проходишь совершенно по-другому. Те же самые участки, те же самые асфальтные дорожки, тропинки. Все по-другому совершенно. Сносит, можешь увязнуть, контроль лучше. Но после зимы, летом катается гораздо проще по кресченке. Какие-то совершенно другие ощущения. Приятно ездить по снегу, когда на тебя люди смотрят, думают, как так, как ты это делаешь, ты что, больной? Ты как-то ощущаешь, ну, тебе хорошо и все. Более 50 велосипедистов из Лобни, Дмитрова, Долгопрудного, Катуара и других подмосковных городов собрались на Москвиче, чтобы заняться любимым делом – покататься на велосипеде. Сложности езды в холодное время года никого из них не остановили. Впрочем, как объясняет главный организатор необычной велогонки Давид Бонячук, лесные тропинки, по которым проложили трассу, для велосипедистов и летом, и зимой выглядят примерно одинаково. Летом в лесу грязь, зимой в лесу снег. Одно и то же. Если касается города, то намного труднее передвигаться, потому что грязные обочины, все такое, полноценные крылья, всякие такие вещи, брезовики. И невозможно ездить чистым. Хотелось бы, чтобы было чище, тогда бы можно было кататься и летом, и зимой по городу. Для катания же по лесу маршрут подготовили заранее, совместно с лобнинскими экологами. Мы согласовали с лобнинским лесничеством маршрут данный по лесу, то есть лесники нам согласовали. Совместно с велой бандой кусты мы заранее вышли, очистили трассу от поваленных деревьев, подготовили ее к данному мероприятию. Принять участие в велогонке могли все желающие без ограничений по возрасту. На трассу вышли даже дети в возрасте 7 лет, причем велосипеды им предоставили организаторы, как и некоторым взрослым. Так, желание поучаствовать в одном из заездов выразил и глава города Евгений Смышляев. В прошлом году я прокатился круг, в этом году если дадут велосипед, то я тоже с удовольствием проеду. На велосипеде кататься вообще это хорошо, а зимой на велосипеде кататься это, наверное, тоже неплохо. Одна проблема есть в современных городских округах, связанная с велосипедом, это отсутствие трасс. И летом, и зимой особенно, конечно, безусловно, есть проблема в том, что недостаток трасс. Поэтому как раз мы и занимаемся тем, чтобы на инфраструктуру велосипедные, велодорожки и вот такие вот трассы зимние развивались. Поэтому, когда ребята предлагают такие инициативы, мы всегда с удовольствием их поддерживаем. Создание в городе полноценных велосипедных трасс считает необходимым и председатель Совета депутатов Николай Гречишников, также посетивший соревнования. Я думаю, что мы в перспективе все-таки расширим велосипедное движение по самому городу. Это актуально, ведь у нас все-таки инфраструктура дорожная, она несколько ограничена, но и при этих условиях будем искать максимум возможностей для того, чтобы велосипедами пользоваться как можно чаще. А вы сами на велосипеде не катаетесь? Обязательно катаюсь. Я принимаю участие во всех акциях, особенно в ежегодной акции, в которой мы день без автомобиля, я вместе как раз с нашим велообществом, мы как раз на работу приезжаем на велосипедах. Я бы с удовольствием, конечно, велосипед заменил бы на автомобиль. Просто автомобиль немного ускоряет режим работы, не успеешь. А так велосипедам надо очень-очень дружить. Дружить с велосипедом, общаться с единомышленниками, заряжаться хорошим настроением и получать простое удовольствие от катания, в том числе и зимой. Вот главная задача велогонки. Чтобы каждый участник смог понять, на что он способен и получить хорошее настроение, пообщаться, поразвлекаться. Очень здорово, что на территории города Уловни есть активисты, которые занимаются таким направлением, как велодвижение. Данное мероприятие проводят велокусты сообщества, дом вело, молодая гвардия, Единая Россия. То есть при поддержке всех молодежных организаций отдел по работе с молодежью оказал содействие в организации проведения. Также непосредственно участие принимает сам стадион «Москвич». Я как председатель комиссии по спорту и молодежной политике хотел бы, Совета депутатов, хотел бы сказать, что активное участие здесь принимает молодежь городская наша, Лобнинская. И такие мероприятия необходимо поддерживать постоянно, потому что это здоровый образ жизни, это правильное мышление, это позитивные эмоции. И, конечно, нужно проводить такие мероприятия как можно чаще. Несмотря на больше развлекательную направленность, «Снежные дюны» – это все-таки соревнования со своими победителями, призерами и наградами от многочисленных спонсоров. Их вручали в четырех возрастных категориях. Зимняя велогонка в Лобни проводится уже во второй раз. В этом году ее решили приурочить ко Дню Защитника Отечества. Организаторы рассчитывают, что необычные соревнования станут ежегодными. Никита Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».